ребят всем привет вы просили показать вам какую-нибудь опять поездку вот мы поехали с мужем владимир и едем через радугу сразу прошу прощения за трясущийся кадр потому что здесь такая ужасная дорога но это более спокойная дорога чем по трассе и конечно если же вам интересно оставайтесь покажу вам ест во владимир там виднеются церкви что-то посмотреть можно маленько покажу вам наши леса конечно они сейчас все такие темные 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 страшные страшные но ничего страшного там кто-то что-то делает трактор что-то копает ужасная дорога здесь вообще местами там дальше сейчас конечно пойдет хорошая уже но здесь вначале как вот из собинки выезжаешь ли асфальт сошел вместе со снегом которого причем не было в этом году что тут у нас снег выпал буквально на неделю и вот уже все дается от него дожди дождь идет прям ну да на полях уже вон все сейчас в другом месте вам покажу где нет нет деревьев проедем покажу вам прям стараюсь держать как-то телефон так чтобы он рука руки не тряслись но не получается вот видите поля и снега вообще нет сегодня если дождь вот так пройдет вообще ничего не останется вот более-менее уже начинается такая ровная дорога нет но я сегодня сижу рядышком не за рулем поэтому могу побалдеть да тихо за рулем ездит только я когда едет за рулем муж картинка гораздо быстрее пробегает здесь у нас пилорама что-то кто-то пилит что-то чего-то кто-то пилит здесь у нас летом бегают кабаны в этом месте здесь у них наверно их не дорога я один раз встретилась с ними еще ездила это давно было наверно лет десять назад да ездила еще на семерке даже забыла где тормоз где газ где вообще чего когда увидела через дорогу переходящих целую стадо кабанов то есть мамка и много-много деток вот прям где-то здесь причем это было ночью я ехала я тогда работала в такси и ехала ну заказа одна и вот увидела церковь кучу кубанов так спугалась если честно и поэтому я ночью стараюсь здесь в этих местах не ездить потому что но они могут выбежать ведь неожиданно если собьешь кого-нибудь такого во-первых за это большой штраф за то что ты сбил животного из леса что-то очень большой кстати штраф не помню сколько но знаю что большой и плюс поврежденная машиной дай бог если ты останешься живая после сбившего кабана или лося так что такие вот у нас веса он местами прям много-много лежит до снега еще вот здесь у нас прям едешь такие близко-близко к дороге леса они вот здесь вот кто-то мне писал да у вас такие светлые леса в них не страшно нет у нас тоже есть очень такие темные леса и них прям ну пройти даже не не очень удобно потому что ну не просто они не пролазны где я вам показываю да вот где я вам показывала летом да как где я хожу за мхом там да там совсем другой участок и там посветлее он видите как темно вообще такой прям непролазный непролазный лес здесь здесь далеко вообще от города и и можно приехать сюда набрать иголочек для hb-101 у нас кстати стоит много еще надо пользоваться сейчас я вам покажу очень крутой поворот который здесь у нас есть кто его не знает частенько на нем улетают здесь у нас кладбище слева это здесь народ для местных вот кто-то деревнях живет и вот сейчас будет этот крутой крутой поворот прям наверно как по градусу сказать он 190 градусов что 180 ну прям очень крутой если зимой на скорости здесь лететь и не знаю этот поворот можно улететь прямо там на горе сейчас подъедем машины всегда стоят там водичка ключевая или как правильно это назвать и текет где-то и вот люди сюда приезжают за водой я хочу в другое место есть за водой то есть мы едем в владимир а в другой стороне у нас березники есть там свет да там святой источник в березниках а здесь просто источник из земли ключик ли как его назвать деревушка у нас по дороге вот эта дорога на радугу вот этой дорогой кстати можно проехать в муром в нижний новгород очень удобно чем по трассе ехать вот кто девочки писали да что они мурами живут там ездят москву вот этой дорогой можно лучше проехать чем по трассе во первых там по трассе по объездной всегда пробки частенько о по гаишнике встают ха ха мы успели проехать наверное наверное почему я так говорю у нас машина тонированная ну как да 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 они развернулись и едут ну ладно будем надеяться что они нас не будут догонять если догоник я им скажу вас снимает открытая камера не скрытая вообще у нас вот эти радужные гаишники они самые самые такие вредные если к ним попадешься они придерутся к чему хочешь даже если у тебя будет все хорошо они найдут причину за что выписать штраф здесь радужная заправка как от нас едешь там кпп на радугу закрытый городок вон там а мы поворачиваем налево и едем во владимир все подключаюсь пока включусь где-нибудь наверное уже во владимире но если будет что-то по дороге интересного вам показать я включусь а на въезд во владимир обязательно включусь и покажу вам церкви издалека как смотрится очень красиво ну вот ребят мы но еще не подъезжаем прям к владимиру но мы подъезжаем вот к этой развязки где от нас когда едешь и попадаешь на ту дорогу где вот можно на нижний проехать вот вывески владимир москва нижний ну то есть вот здесь гораздо удобнее кто не знает попробуйте набрать вот через радугу чтобы проехать очень удобно вот на нижней развилочка конечно вам наверно плохо видно но суть понятна потому что ну все равно камера так не берет и вон она дорога туда пошла это на нижний муром туда же если все таки соберусь дивеева до приезда цветов я вам обязательно покажу эту дорогу эти места вот уже конкретно дорога на владимир кстати очень удобно через радугу ехать гораздо спокойнее нет камер нет гаишников единственное перед радугой они могут там стоять но это не часто бывает как бы если нечего бояться что их бояться если все в порядке они тоже выполняют свою работу все равно ну вот мы уже подъезжаем к владимиру подъезжаем к владимиру с той стороны где загородная больница да налево владимир направо сто двадцать девять километров будет муром так было маленечко пи но вставлять пе я не умею поэтому будем служить так как есть нормальный мужской разговор вот здесь уже начинаются кругом одни камеры шаг влево, шаг вправо, расстрел поэтому мне очень нравится ездить через радугу, по трассе тоже очень много камер, что на 5 грамм превысил вот тебе штраф появился у тебя дома господи, аж встали в два ряда тут поворачиваю вот это вот наш Владимир это загородная больница вообще считается такая очень-очень хорошая, как бы здесь при больнице церквушка есть здесь пекут очень вкусные плюшки лепешки мы когда обратно здесь ездим всегда останавливаемся покупаем домой лепушки лепошки лепушки потому что они в тандыре делают очень вкусно, мне нравится кстати, печку мы сделали кто не знает но по-моему, вчера в прямом эфире говорила, меня спрашивали на улице дождик в машине жара в машине не жара, в машине классно я люблю тепло поэтому прям видите, дождь, дождь, дождь прям такой идет да, ребят, хотела вам показать церкви на въезде во Владимир но по-моему, с такой погодой ничего не получится ну да, вот так чуть-чуть как-то видно вот с левой ой, с правой стороны вон там далеко-далеко соборная площадь соборная площадь там, да погода погода дурацкая, конечно все равно плохо видно вон там виднеются вообще получается вот мы сейчас внизу а церковь вот это стоят эти церквушки прям на возвышении вообще весь Владимир стоит высоко как бы на горе сейчас поближе подъедем может будет видно получше здесь крест стоит как бы на въезд в город да, здесь мост такой реверсионное движение я еще помню как говорится это правильно вон там церковь не знаю как вам показать ничего не видно ниоткуда ага погода маленько подвела чтобы вам показать здесь речка такая вон там на вершине стоит памятник такой с лошадкой с человеком а уже все не видно вот видите какая гора прям гора гора такая и здесь вон видите горы а это уже Владимир сейчас я вам маленечко покажу мы будем мимо проезжать я вам маленько покажу наш Владимир не наш а Владимир он не мой хозяин у этого города очень плохой дороги ужасные ничего не ничего не сделано такой красивый город столько много приезжает сюда всяких иностранцев ну вон видите даже есть люди которые убираются ну несмотря на то что приезжает много иностранцев город имеет от этого деньги но почему-то ничего не делается все равно потому что расстроятся собственные дачи ой ой мы заехали на одном конце Владимира едем на другой конец флотифер да но оно все равно получается не центром а как-то вот краешком через площадь да через площадь Ленин может подсказывать едем здесь вот у нас красный крест проехали мы по-моему и вода проехали уже здесь могут нас принять и зубные врачи ночью дежурные там же особенки этого нету если что-то случается можно конечно скорая тебе сюда не повезет однозначно у кого есть своя машина я один раз ездила сюда ночью муж у меня был на работе а у меня так разболелся сильно зуб надулся флюс страшный такой флюс прям вообще был даже затек глаз я поехала ночью сюда одна а что делать ну зато отсюда я уже ехала без боли и нормально то есть доктор мне помог совершенно бесплатно не спросив ни полюса ничего и направил меня к местному ну потом к здешним вот владимирским зубным врачам которые тоже принимают бесплатно но уже правда по полюсу и вот я тогда обратилась ездила месяц мне много зубов тогда вылечили здесь по полюсу бесплатно и кстати очень хорошо и обращение хорошее в Собинке у нас невозможно лечить зубы это там просто варварство какое-то и тянучка денег вот поэтому если кто не знал что можно обратиться в Красный Крест в любое время обращайтесь вас здесь всегда примут у Владимира пожарная часть это Субтитры сделал DimaTorzok Мне нравится Владимир. Ну как мне нравится? Для житья. Жить бы я здесь конечно не стала. Вот площадь Ленина. У нас Ленин стоит. Как раз мы на светофорчике встали. Вон там Ленин. Сейчас я вам приближу, покажу. Пока стоим. Площадь Ленина. С этой стороны, по-моему, кинотеатр какой-то. Не очень хорошо знаю местные достопримечательности, но так на память. Так погулять по Владимиру можно, да. Есть красивые места, но жить бы я здесь не смогла. Здесь, мне кажется, чуть-чуть поспокойнее, чем в Москве. Такая же суета, такая же беготня. Наша Собинка, хоть и затягивающее болото, но там спокойно. Небольшой городок, все спокойно. Спокойно можно пройти ночью. Ну, естественно, не по темным закоулкам, да. Все равно. Да уж, дураков-то хватает везде. Но все равно спокойнее. Как бедно живут люди. Одни джипы ездят. Ну, то, что мы на джипе, это вообще не считается. Мы же себя не видим. Когда была молодая, я здесь училась, вот в этом районе. Как бы мы здесь гуляли. Но уже это было так давно, что я все забыла. Это было, это было, наверное, больше 30 лет назад. Поэтому на данный момент родней Собинки ничего нет. Видите, тоже какая, не знаю, видно, вам нет. Прям тоже ужасная дорога, одни ямы. Вот именно про это я говорила, что город неухоженный вообще. Кого бы здесь не избирали, кого бы здесь не выбирали. Все равно ничего не меняется. По крайней мере, дороги не меняются вообще. Какие они были ужасные, такие остались. Стройка идёт. Там бабулечки что-то продают. Вкусненькое, собственное, наверное. Люди выживают как могут. Мой любимый, мой любимый игрушка. Такой вот домовенок. Ой, плохо вам видно. Пока стоим. Ой, всё, поехали. Не буду мешать. Этот домовенок, как бы его ни повесь, он всегда поворачивается лицом на дорогу. И вот он из машины в машину вместе со мной всегда переходит. Защищает меня. У нас дома два домовенка. Один большой. Людочка мне подарила, прислала. Сама делала. Один маленький, он у нас тоже давно. И вот они там тоже стоят вместе. А третий вот здесь в машине у меня. Все домовенки нас охраняют. Не знаю, ребят, если вам нравится такой формат поездок, ещё там что-то вот такой, моей болтовни ни о чём, вы пишите в комментариях, потому что, ну, ездим мы часто. Я буду вам что-то вот такое снимать, показывать дорогу. Уже говорила в предыдущем таком же видео. Жалко, что нельзя музыку вставить даже, которая играет в машине. Ютуб, потому что заблокируют. И, ну, это считается нарушением вплоть до удаления моей страницы с Ютуба. Ну, а как бы я не хочу. Смотрите, какой красивый дом построили. Ещё строится. Как бы я не хочу потерять свой канал. Это моё детище, которое я создавала. В котором есть у меня вы все, и без вас не было бы этого канала, и не было бы ничего. Ну, вот мы выехали уже на объездную с другой стороны Владимира. И вот так вот выглядит Владимир. А мы далеко сейчас будем от глобуса? Да? Да? Глобус у нас вообще в другом конце. Вот прям в конце-конце Владимира. Прям очень далеко, конечно, его построили. Был бы где-то поближе, можно было бы заехать. Но мы хотим на обратном пути заехать в Ленту. У нас на выезде из Владимира есть лента. Там есть отдел для животных. Хотим Мартюше взять корм. Я вам уже говорила, что он сейчас у нас кушает кашу. Ну, с их несобачьей тушёнкой. Там с косточками иногда варю. С мясными. Ну, больше с тушёнкой. Потому что хорошо кушает это. Но иногда, когда ему даёшь корм, вот, когда он долго покушает кашу, и дашь ему корм, он его ест с удовольствием. Поэтому хотим вот взять ему маленько корма. Ну, как маленько. Мешок возьмём. Ну, давать я ему буду, ну, от силы два раза в неделю, может, этот корм. Там, когда проворонила, не сварила кашку вовремя, или ещё что-то. То есть буду давать ему вот корм. Ну, и всё-таки, я не знаю, конечно, как. Но мне кажется, что в этом корме какие-то витамины всё равно присутствуют. Вот не просто ж так делают, изобретают эти все вещи для животных. Поэтому вот на обратном пути заедем в ленту. Может, там какие-нибудь цветочки будут красивые. Посмотрим. Ну, что навряд ли, конечно. Ну, если, конечно, будет что там снять, я вам сниму. Если нет, значит нет. Ну, вот, ребят, мы подъезжаем к тому месту, в принципе, куда нам надо. Нам надо на тандем. Поэтому я отключаюсь на обратном пути. Обязательно опять включусь. Поболтаю с вами. Покажу вам опять нашу дорогу. Вы покатаетесь с нами. Сам махвал. Торговый развлекательный центр. Чего? Торгово-развлекательный центр? Господи, а при чём он торгово-развлекательный? Когда там продают всякие безделушки, там, для машин, ещё там чего-то. Интересное у нас название всё-таки. Ну, это считается здесь, как бы, такой рынок большой, закрытый. Здесь можно много-много чего найти. Сейчас, может, что-то присмотрим и для нашего нового помещения, где будут цветы. Ну, конечно, мы едем не за этим, но бывает же такое, что вон теплицы здесь продают с поликарбонатом. Ну, теплицу нам рано ещё смотреть. Теплицу будем смотреть и вместе с вами ставить, когда... Ну, ставить, конечно, будут специальные люди. Хотя у меня муж вообще всегда противник всего этого, если честно. Он всегда любит делать всё сам. А я сторонник того, что должны это делать специализированные люди. Я понимаю, что он сделает гораздо лучше. Но есть специально обученные люди, которые на это учились. Ну, а может, мы вот здесь на стоянке поставим... А, Леш, есть? Ну, мы поставим. Да, на стоянке поставим машину, допадём. Искать, что нам надо. А, может, стоянка была уже. Место сточки. Ну, вот здесь, наверное, можно где-то встать. Место сточки. Как классненько, да? Прямо сразу раз. Так, чик. Чик. Пошли. Пошли. Ой. Всё, ребят, выключаю телефон. На улице дождик. Будет что-то интересное. Я вам обязательно покажу. Ребят, мы замёрзли. Как собаки. На улице дождик, сыро. Угощайтесь. Взяли какую-то мини-шурму. Такая тоненькая, маленькая. Чай в таких вот, извините за выражение, гандончиках. Больше никак сказать не могу. Купили ещё по одному такому же стаканчику, чтобы вставить всё это дело. Иначе держать невозможно. Кто придумал такие стаканы для горячих чаёв, я вообще не понимаю. М-м-м. Вкусно. Сейчас пойдём искать дальше. Зачем приехать? Сейчас погреемся. Еле туалет нашли. Ё-моё. Вот это да. Такой огромный рынок. А когда нашли туалет, я сказала, мы где? В Китае? Говорю, вот он, где коронавирус. Зашли, а там одни китайцы вообще. Не в обиду. Тем подписчикам, кто из Китая. Просто не ожидала увидеть. У нас у Владимира столько много. Вьетнамцы, да. Девочки стояли, да, там много-много. Это мы на рынок зашли вещевой. Я говорю, о. Мы в Китае. Вот так. Не, во Вьетнаме. Вьетнамцы, это во Вьетнаме. Ребят, кстати, звонила. На таможенном. Своим таможенным брокером узнавала по поводу, ну, вот этих вот коронавирусов. Это то, что сейчас ничего не поступает в Россию. Все нормально, успокойтесь, все проходит. Вот. Сказали, плати деньги и все пройдет. Но это шутка была. Вы знаете, все наши цветы проходят санитарную обработку, поэтому садовник позаботится о том, чтобы все было чистое, здоровое, без насекомых. Все будет хорошо. Так что все наши цветочки пройдут, как положено таможню в Москве, и я их заберу. Ну, назначенный день, назначенное время. Маленькая шурмишка, но не могу ее осилить. Все, мы поехали дальше по делам, и потом опять с вами встретимся. Все, отвис. Ребята, у меня телефон устал снимать сегодня, видать. Всю дорогу ничего не могла с ним сделать, он не записывал. В общем-то, мы все дела свои сделали, куда ездили с мужем. Теперь едем в Ленту. У нас здесь возле Ленты стоит цирк. Кстати, давно стоит уже. По-моему, всю, типа, названную зиму он здесь стоит. Мы приехали в Ленту. Сейчас посмотрим Мартюше корм. Что-то здесь как-то вообще встали все, да? Или здесь стоянка? Здесь стоянка. Ты не едь далеко. У нас корм-то будем тащить с другого. Да, вход здесь, а корм с другой стороны. Да. Мы можем развернуться. Ну, хотя мы можем на тележке вообще-то его довезти. Ну, мы можем развернуться. Так проехали. А, тут засыпаны все эти, да, въезды. Еще и машину вот так можно поставить. А ну, все и ставим. Нет, что на нас сегодня так все смотрят? Мы украли чью-то машину, что ли, они, поверхность? Ну, давай, выполняй, сошли. Ой, пап, ты меня снимаешь, что ли? Да. Прикольно. Ну, раз уж ты меня снимаешь, значит, я могу попрощаться на сегодня, потому что я еду за рулем. Теперь мы едем домой. Купили Мартюше корм в ленте. Цветочков никаких красивых не было совершенно. Вот. И мы уже едем домой. Поэтому мне снимать неудобно. Муж тут маленько решил поснимать меня, пока я не видела. Едем уже по общей дороге, по вот этой, по трассе М7, как она, Горьковская трасса. Здесь, как бы, снимать интересного ничего нет. Грязь, машины и т.д. т.п. Ладно, мои хорошие, на этом все. Я думаю, вам понравилась наша поездка. Кому понравилось, ставьте лайк. Кому не понравилось, дизлайк. Кто не подписан, подписывайтесь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok